Это наше одно и самое главное преимущество, потому что наша задача состоит это не только сделать интенсивный сад, что-либо продать и так далее. Мы те сады, которые мы на сегодняшний день под ключ строим, мы полностью хотим вместе с этими садами жить, проживать. То есть сад, например, яблони его возьмем, его срок службы 25 лет, а то есть сажен живет в течение 25 лет вместе достигать результатов. Я думаю, что вы, будучи являясь сельхозпроизводителем, вот я уже около 7 дней нахожусь в вашей стране, насколько возможно я объехал с некоторых крестьянских или некоторых сельхозпроизводителей. И то, что я для себя обратил внимание, что я вижу около 80% в связи от яблони, то они все традиционные посадки у вас здесь. Несмотря на это, я думаю, что каждый из вас знает, в чем заключается разница между традиционной посадкой и интенсивной посадкой. Также господин министром здесь были некоторые факты озвучены, вами были озвучены, что это на самом деле первый интенсивный сад, основное преимущество, это его является количество саженцев, которые помещаются на одном гектаре земли, в отличие, например, от традиционного. Самое важное преимущество интенсивного сада, это в том, что они уже плодоносят в первый год, то есть вы в этом году в марте сажаете, в сентябре вы уже получаете. И, соответственно, это выводит нас к такому выводу, что это раннее товарное плодоношение. Это очень важно на сегодняшний день, в отличие от традиционных. Другое, что, безусловно, интенсивные сады, в отличие от традиционных, они требуют, то есть много труда, вложений каких-то изначальных, особенно ухода, применения. Но что касается именно обработки, что касается других агро-таких, скажем, мероприятий, которые проводятся, они, конечно, намного легче, скажем так, в плане отличия от традиционных. То есть тот же сбор, например, та же обработка специцидами и так далее. Поэтому здесь другое, то, что я еще хотел сказать, особенно подчеркнуть, это то, что интенсивные сады на сегодняшний день, как вот ошибочно многие полагают, это не является только прерогативой крупных хозяйств. Это неправда, потому что многие выращивают и на маленьких участках, начиная от 5 гектаров и выше, поэтому здесь это очень доступно в этом плане. И второе, последнее, то, что я хотел сказать, что на каждый вложенный интенсивный яблонный сад доллар, скажем так, по грубым расчетам, его прибыль, превышая чистая прибыль, 2,5-3 доллара. Поэтому здесь нужно это очень четко понять. Также вот как было тоже сказано, то, что вот основное тоже, которая разница есть, почему необходимо переходить от традиционного сада к интенсивному саду. Это требует рынок, это мы все прекрасно об этом знаем. Если моя мама, которой 70 лет, она любит ронетки, то я, которому 40 лет, я люблю, например, галу, на сегодняшний, который есть. Мой сын вообще любит апельсины и бананы, которые, может быть, нам тоже через какое-то время необходимо выращивать. То есть спрос самого рынка, он диктует то, чем нам необходимо заниматься. Традиционные сады, вы знаете, что срок службы у них от 30-летней больше идут. Интенсивные от 20 лет до 25 лет. Если вот мы яблони возьмем, например. Поэтому это одно поколение. В течение этого поколения, как вы тоже правильно заметили, что меняется селекционная вот эта всякая, то есть селекция происходит, появляются новые сорта и так далее. Поэтому я думаю, что вот вопрос, который вами тоже был сказан, вот что на самом деле не только на территории наших республик, но и вообще на территории в постсоветском пространстве. А что касается именно знаний, инновационных каких-то это, в этом у нас есть большая прежь. То есть молодые, возможно, не хотят учиться заниматься этим, не хватает агрономов и так далее. Все эти проблемы, они у нас есть, но несмотря на это, зьбы, я бы как объяснил те сельхозпроизводители, несмотря на это, они все это выращивают, они делают, они работают. И то, что меня сегодня поразило в эти дни, это то, что те горящие глаза, которые у них есть. Да, это трудно, да, это наши реалии. То есть, несмотря на это, то есть мы должны идти вперед и, безусловно, переходить на интенсивность, потому что это не только, скажем так, желание в министерство, государство как такового и так далее, да, это желание рынка, которое есть. Не только рынка Кыргызстана, не только рынка Казахстана, это рынок СНГ, это рынок мировой, который требует, чтобы мы именно поменяли свое мышление на 180 градусов, чтобы мы на это перешли. И поэтому здесь, то, что я хотел сказать, что наша компания «Двайс Консалтинг» уже, я повторюсь, присутствует уже на рынке Кыргызстана, поэтому здесь по всем вопросам, которые касаются как плодовую ягод на всех культур, именно по интенсивным садам, мы в вашем распоряжении ответим на все вопросы, можно предоставить вам все, что в вашей душе угодно и полностью также сопровождаем, чтобы вы достигали больших результатов. Спасибо. Да, просто я хотел показать вам маленькую презентацию, это как корпоративное видео нашей компании, чтобы вы, где она немного говорит о нашей сути, кто мы есть, что мы есть и кем мы ее рвняемся. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok